Лукашенко довел Пашиняна до истерики президент Белоруссии Александр Лукашенко в недавнем интервью Владимиру Соловьеву, говоря о перспективах союзного государства Белоруссии и России и присоединения к нему других стран постсоветского пространства, заявил, Армении деваться некуда. Вы думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели, Никол Воваевич это увидел. Нетрудно было предугадать, что от этих слов армянский премьер взорвется и закатит истерику. А истерящий армянский политик, это то еще зрелище, куда там цирку на конной тяге, язык обретает полную независимость от головного мозга и феерии наступает полное. Тут самое время поговорить о нравах ВДКБ, которые не перестают удивлять глубиною своих глубин. То два ее члена устраивают перестрелку на границе, используя при этом гранатометы и минометы. То как в нашем случае, один из членов начинает публично рассуждать о нужности или ненужности другого. Высокие отношения, что и говорить, просто пропитанные духом союзничества и равноправия партнеров, лучшие антирекламы для этой организации и враг не придумает. Впрочем, тема ОДКБ и царящих внутри ее нравов, требует отдельного разговора. Предлагаю вслушаться в то, что конкретно в обиде выкрикивают Пашинян и его окружение в ответ на слова Александра Лукашенко. Вы видели когда-нибудь, чтобы я ходил по улицам с автоматом? Патетически заявляет армянский премьер, намекая на то, что в период волнений в Белоруссии Александр Лукашенко с автоматом в Минске появлялся. Возразить вроде бы и нечего, но это только на первый взгляд. Вот вспомним поведение Пашиняна на саммите ОДКБ, когда принималось решение о вводе контингента ОДКБ в Казахстан. Армянский премьер вроде как и не хотел голосовать, запытался отделаться общими и ничего не значащими фразами, но духу у него не хватило и он дал согласие на включение армянских миротворцев в состав экспедиционного корпуса в Казахстан. То есть, выразил согласие с тем, что армяне будут стрелять в другой народ. И это, согласитесь, не менее страшно, чем появление Александра Лукашенко на улице с автоматом, а постоянная готовность стрелять в мирное население Азербайджана, продемонстрированное им в ходе сорока четырехдневной войны. Ракетные удары по гражданским объектам, мирным городам, по Генджи, Тертиру и Борде. Как это и заведено, армянский политик не может без хвостоства. Никол Пашинян не стал нарушать традицию и заявил, от международных партнеров мы получаем отзывы о том, что Армения является демократическим государством, что выборы в Армении не фальсифицируются, когда Армению приглашают на саммит демократии, а другие государства не приглашают, они обижаются. Когда Армению называют демократической страной, а их не называют, они обижаются. То есть строительство демократии у него получилось, у Лукашенко, нет, а потому Пашинян, титан мысли и исполин духа, а белорусский президент просто ему завидует. Вот только от его демократии граждане Армении массово бегут из страны. 5% всего населения уехало за 4 года, великолепная оценка демократии Пашиняна самими армянами. Тут, как говорится, комментарии излишни. Совестливый человек бы о преимуществах такой демократии, от которой бежит его народ, промолчал бы, но где армянский премьер, а где совесть, но главная причина истерики Пашиняна. Разумеется, они в оценке Армении как страны никому не нужны, поскольку, по большому счету, никакого оскорбления здесь нет и Александр Лукашенко сказал сущую правду. Которая хоть и невыносима для армянских националистов, хоть и бегут они от нее, как буратино от костра, но она не перестает быть таковой и постоянно их догоняет. Причина острой реакции на слова президента Белоруссии в том, что Александр Лукашенко последовательно поддерживал все годы своего президентства Азербайджан и его позицию в отношении оккупированных Армении территорий. Поддерживал открыто и не боясь вступать в спор по этому поводу. Разумеется, такой человек, тиран, все, что он скажет, ложь, и вообще у него нет права что-то говорить, пусть это тысячу раз правда. Демократу Пашиняну и его прогрессивному окружению только дай волю, они бы ввели цензуру на все негативные оценки Армении и ее режима во всемирном масштабе. К счастью, руки коротки.